Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии я, Аида Малахова. О событиях из жизни университета расскажем в ближайшие несколько минут. Итак, смотри сегодня в выпуске. 21 октября стартует форум по цифровой трансформации. В Камском устье появится туристический рекреационный комплекс. В режиме онлайн проходит 13-я школа экономического анализа. 20 октября ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров принял участие в Совете ректоров федеральных университетов России. На совещании обсуждались многие важные вопросы касательно образования в вузах, укрепления партнерства и решения ключевых задач. Как заявил ректор Ильшат Гафуров, исследовательская направленность вуза позволяет вывести его на мировой уровень по конкурентоспособности. Также ректор отметил важность медицинского образования в вузах, а также работу университетской клиники КФУ. Медицина – самая междисциплинарная тема. И вхождение его в состав классических университетов – это было поручение президента страны на одном из советов ректоров. Поэтому и самая перспективная тема, по которой мы бы могли не только ответить на тот вызов, который есть сегодня, основной, но и в дальнейшем. У нас в больнице 2000 человек работает там, и это большая республиканская бывшая клиника, 870 стационарно койко-мест. И мы находимся в общей сети. Я согласен, что после перевода под ковид-госпиталь там доплаты есть. Но вы же знаете, что доплаты осуществляются по двум постановлениям правительства Российской Федерации. И сегодня университет вынужден за счет собственных ресурсов эти доплаты ввести. Можно было бы какие-то меры поддержки найти все-таки. Усилено ли влияние COVID-19 на существующие тенденции в цифровизации? Смогло ли онлайн обучение повысить доступность образования? Ответы на эти вопросы станут известны на форуме по цифровой трансформации, который пройдет в Казанском университете. Смотрим. 21 октября стартует виртуальный форум по цифровой трансформации – The Digital Transformation Forum, направленный на продвижение Казанского университета и поддержание его академической репутации. Форум проводится совместно с Times Higher Education – ведущей организацией, формирующей стратегии современных вузов. Задача этого форума – посмотреть и дать и обменяться лучшими практиками, посмотреть, как содержательно должно трансформироваться образование из-за ковидных ограничений, для того, чтобы не пострадало качество. Мероприятие будет проходить в формате видеоконференции на платформе Event с 9.30 до 17.40. На форуме зарегистрировано более 3000 участников из разных вузов мира. Будет выступать множество спикеров, таких компаний, как Microsoft, Huawei Technologies и EduX. А также с докладами выступят представители известных мировых университетов. Выступление будет проходить на английском языке. Большое внимание будет уделено нашим приоритетам и как они решают эти задачи одновременно с задачами интернационализации, привлечения лучших преподавателей, лучших учебных курсов и как они работают с иностранными студентами для того, чтобы решить их образовательные задачи и образовательные проекты. Форум будет открывать ректор Казанского университета Альшат Гафуров и директор по управлению знаниями THA Филбейти, а также министр науки и образования Республики Татарстан Ильсур Хадиулин и министр цифрового развития Государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан Айрат Хайрулин. В рамках мероприятия пройдет видеоэкскурсия по Казанскому университету. Кристина Надышина, Фаридзахи Таглы, Универ Ньюс. 20 октября Дмитрий Чикрин назначен директором Института вычислительной математики и информационных технологий Казанского федерального университета. Мы имели возможность в течение нескольких последних лет посмотреть, как этот человек справляется. Это здорово, что у нас есть шанс сделать так, чтобы факультет, мы все, наша команда, во-первых, мы действительно превратились в команду, во-вторых, мы действительно сделали что-то новое, чтобы мы вышли на уровень действительно успешного института. С 20 по 23 октября в Казани пройдет 13 школа экономического анализа. Темой ее станет экономика в условиях пандемии. Все подробности далее. Я рад вас приветствовать на открытии 13 школы экономического анализа, проводимой Ассоциацией независимых центров экономического анализа. Как обстоят дела с экономикой в период пандемии? На этот вопрос ответит 13 школа экономического анализа АНЦЭА, которая проходит в Казани. Цель этого проекта – организовать взаимодействие ведущих экспертов-экономистов страны, успешных предпринимателей и студентов ключевых региональных вузов. С 20 по 23 октября эксперты области экономики прочитают онлайн-лекции на тему экономика в условиях пандемии. Сама школа проходит при поддержке Фонда президентских гарантов. Одним из ее организаторов выступил Институт управления экономикой и финансов Казанского федерального университета. Школа на самом деле представляет самую площадку, на которой ведущие эксперты представляют свое видение экономической политики, различных ее аспектов. Есть презентации представителей бизнеса, а студенты университетов представляют свои работы для проведения соответствующих конкурсов. Лекции можно посмотреть как в онлайн, так и в записи на YouTube-канале «Школы экономического анализа». Трансляции занятий начинаются с 10 утра. Экотуризм – это путешествие по природным территориям, наполненное ответственностью за сохранение природы и улучшение благосостояния местного населения. В развитии экотуризма отличился и Татарстан, победив во Всероссийском конкурсе в данном направлении. Все подробности далее. Научиться бережно относиться к природе, организовать здоровый активный отдых, показать красоту уникальных природных территорий и свести к минимуму ее эксплуатацию – таковы основные задачи экотуризма. Его необходимо развивать, и немаловажную роль в этом играют различные тематические конкурсы. Одним из таких является Всероссийский конкурс на создание туристско-рекреационных кластеров и экотуризма в России, по итогам которого одним из победителей стал ТРК в Камском устье, а в подготовке проекта участвовал Казанский университет. Территория обладает совершенно гигантским эксплуатационным потенциалом, поскольку это место слияния двух рек – Волги и Камы. Здесь крутые склоны с пещерами, со штольнями, с месторождениями белого гипса. Поэтому тут вообще могут быть даже разные виды туризма. Здесь не только может быть экологический туризм, а здесь может быть и приключенческий туризм, и альпинистский, и водный туризм. То есть здесь могут быть разные виды туризма. Был отмечен и еще один проект с участием Казанского университета – ТРК «Высокогорские или голубые зеркала» в номинации «Территория перспективного развития». Также он победил и в народном голосовании, завоевав более 18 тысяч лайков. Прежде всего, основная концепция заключается в том, что у нас есть дикая природа в 30 минутах от крупного города. С учетом изменившейся парадигмы не только в России, но и во всем мире, это очень актуально. Это основной тренд, и на Голубых озерах мы планируем развивать уникальный метод оздоровления – экотерапия для оздоровления по взаимосвязи с природой. Так что же предполагает создание туристско-рекреационного кластера, и какие задачи предстоит решить? Должны быть, во-первых, экотропы, экологические маршруты, маршруты экологического туризма. Вот, должна быть определенная инфраструктура, потому что экологический туризм – это тоже вид туризма, который требует определенной инфраструктуры. Где могут туристы покушать, где могут туристы, например, если даже это будет маршрут одного-двух дней, где они могут, скажем так, провести ночь. В подготовке проекта сотрудники Казанского университета участвовали как эксперты в выявлении рекреационных возможностей и экологических ограничений. Казанский федеральный университет вошел в состав консорциума участников этого проекта. То есть, мы заявку когда подавали, мы работали все вместе. Теперь, по завершению, участие Казанского университета видится в разных направлениях, видится в разных моментах. Такие, как, например, организация студенческих практик, возможности организации стационаров для полевых практик, возможность участия в научных исследованиях. Вот такого рода. С этих проектов, с этой победы вообще стартует работа над экологическим туризмом в Республике Татарстан. Прежде всего, мы себе ставим задачу развития качественных мест отдыха для жителей, не только в городе, а за пределами, в Республике Татарстан. К слову, конкурс был организован Агентством стратегических инициатив Российской Федерации в рамках реализации национального проекта «Экология» и стратегии развития туризма в России до 2035 года. Диана Желенкова, Виолетта Басова, Универ Ньюс. На этом все. Не забывай смотреть нас в социальных сетях. До новых встреч!